привет друзья сегодня начинаю серию видео по заправке струйных картриджей и начинаю заправки картриджей canon вот такого типа чаще всего они встречаются трех видов это совместимые у которых отверстие для заправки закрыто резиновой пробкой вот так она выглядит также оригинальные у которых отверстие для заправки закрыто шариком и сверху заклеена пленкой а также есть совместимые картриджи у которых нет отверстия для заправки таких картриджах отверстия надо вместе высверливать а также понадобятся подставки под картриджи которые закрывают выходное отверстие делать это для того чтобы во время заправки чернила не вытекали чаще всего они встречаются вот таких видов либо можно вырезать с какой-то резины вот такую вот деталь которая будет плотно закрывать выходное отверстие и примотать ее картриджу скотчем вот таким образом а если есть подставка то лучше ставить картридж в подставку вот так он вставляется также подставка бывает вот такого вида она также плотно закрывает выходное отверстие ставить и защелкнуть если у вас подставка вот такого вида можно ей плотно закрыть выходное отверстие и закрепить ее на картридже скотчем ну а теперь собственно приступим непосредственно к заправке картриджа сейчас я покажу как это делается после просмотра видео оставьте ваш комментарий подпишитесь на канал а также оставьте лайк или дизлайк и так канцелярским ножом надо снять пленку в районе расположения шариком примерно вот в этом месте аккуратно срезаем когда шарик виден можно его доставать для этого понадобится вот такой инструмент сделал я его из обычного самореза по дереву обрезал шляпку и ставил в ручку вкручиваю саморез в шарик когда я почувствовал что саморез вкрутился в шарик он начинает тоже крутиться вынимаю шарик и через это отверстие заливаем чернила если картридж не прозрачный заливаем сначала немного ждем пару минут пока чернила впитаются в поролон после этого доливаем чернила до тех пор пока они не пойдут наружу и немножко откачиваем чернила когда чернила залили вставляем шарик обратно и только после этого можно снять подставку картридж готов к работе с другими картриджами совсем просто я показал как заправляется оригинальный на совместимом вынимаем резиновую пробку и через это отверстие заливаем чернила так же ждем пока они впитаются в поролон а затем заполняем основной бункер но не до самого верха после этого закрываем отверстие пробкой и теперь можно снять подставку в этот картридж мы заливаем чернила через просверленное отверстие после чего плотно заклеиваем его здесь так же ждем пока чернила впитаются заполняем бункер и заклеиваем отверстие если вам понравилось не забываем отмечать видео пальцем вверх оставить комментарий можно так же делиться с друзьями в следующих видео я покажу как заправляются другие струйные картриджи на этом заканчиваю всем пока будьте счастливы и здоровы спасибо 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 спасибо